Денис, приветствую тебя! Традиционный для четверга эфир, наш совместный технический фундаментальный анализ. Анализируем ситуацию, смотрим за тем, как ведут себя инструменты, за которыми мы традиционно с тобой поглядываем. Ну и, разумеется, друзья, делимся с вами нашими наблюдениями, чтобы у вас была основа для принятия торговых решений. Помогаем вам, чтобы вы не оставались один на один с рынками. Денис, спасибо тебе за то, что нашел время. Ну что, мы продолжаем обсуждать тему выборов. Честно говоря, я был уже некоторое время назад спернился с тем, что Байден займет овальный кабинет, но вот вчера меня мои коллеги практически переубедили в том, что еще не все-таки очевидно. То есть реально есть уже даже положительные продвижения команды республиканцев в том, чтобы отстоять именно правоту на тех избирательных участках, которые были. Вроде бы как по некоторым штатам реально доказан факт фальсификации. И все вот сейчас в качестве следующего такого важного хронологического события делают акцент на заседание коллегии выборщиков. Состоится она в середине декабря. И там как раз снова будет повторное голосование уже с учетом тех разбирательств, которые должны за этот период времени пройти. И вот там мы уже можем услышать имя 46-го американского президента. То есть я начинаю, ты знаешь, допускать то, что возможно Трамп все-таки вырвет победу демократов и сохранит за собой президентское кресло. Ну это так, знаешь, просто порассуждать, прикинуть. Мы с тобой уже много раз говорили, что против Трампа вообще нет никаких, ну в его адрес претензий. Фондовый рынок себя неплохо ввел при его президентстве. Я вообще не могу критиковать. Если бы вообще не было ковида, я думаю то, что мы бы до сих пор котировались по всем индексам на исторических максимумах и регулярно бы их обновляли. Ну время пока. Сейчас, наверное, самая насущная актуальная тема это новости вокруг вот этой вакцины Пфайзера. Я также еще возьму небольшое лирическое отступление. Вот редко так бывает, когда удается найти очень много интересной информации. Критики вокруг этой вакцины также сейчас очень много. Как мы все прекрасно знаем, еще не получили патент на его выпуск, но вроде бы как должны получить. Но вот я был абсолютно уверен в том, что та выборка, которую они делали, чтобы объяснить и обосновать эффективность своя платформа. Она состояла из десятков тысяч людей, а оказывается все-таки не так, как казалось. Вот опять же в статье я сегодня даже выписал и сегодня на своем брифинге я детально анализировал эти новостные сводки. Вот якобы анонс фармкомпании, предварительный результат о том, что эта вакцина эффективно основана на данных 94 случаях заболевания коронавирусной инфекции из 44 тысяч. И до сих пор Pfizer не может дать реальный ответ относительно того, какой уровень защиты эта вакцина предоставляет, как частно будет необходима иммунизация, насколько эффективна эта вакцина у детей, у пожилых и так далее. Короче, все очень похоже на то, что было когда-то с AstraZeneca и с Moderna. Я не хочу, чтобы получилось то же самое, потому что еще на прошлом брифинге мы с тобой пришли к выводу, что, конечно же, с ковидом лучше покончить побыстрее и все оставить его на прошлом. Можно 5 копеек вставить по поводу этой вакцины? Дело в том, что, да, естественно, когда произошло в понедельник данное движение, которое мы прям совсем не ожидали, есть два маленьких нюанса по поводу вакцины, а точнее даже самих акций компании Pfizer. Дело в том, что когда скачок произошел, там как раз около 10% акций компании в тот момент скакнули Pfizer, и один из главных акционеров выставил 60% своих акций на продажу сразу же, сразу же после скачка. То есть подобные вещи – это чаще всего работа, то, о чем говорил на прошлом брифинге, это работа инсайдеров была, причем уже даже особо не прикрытая сама по себе. Это раз, а во-вторых, есть еще один маленький момент с этой вакциной, я тоже читал по поводу выборки и всех этих нюансов, которые ты рассказал, поэтому не буду повторяться, но остается еще последний момент – это ее транспортировка, потому что по заявлению данную вакцину, если ее выпустят, то будут большие логистические проблемы, потому что ее исключительно только в холодильниках нужно перевозить, и там какие-то у них еще специфические условия, это уже больше вопрос фармакологам, не мой профиль. Ну, в общем, какие-то сложности именно логистического характера у нее есть, то ли недолго она там хранится или еще что-то. Поэтому я читал, что именно с логистикой проблема, ее нужно будет обязательно решать, либо формулу дорабатывать, или какие-то специальные условия для этого создавать. Ну и плюс вот этот момент, когда один из главных акционеров Pfizer скинул акции на росте, вот этот момент, честно, очень сильно смутил. Поэтому это, пожалуй, то, что меня уберегло от покупок данной акции, данной компании. Ну и плюс ко всему, такие вот новостные вбросы, они чаще всего в дальнейшем выкупаются в обратную сторону. Мы с тобой уже на рынке не первый десяток лет, и ты помнишь, как подобные вещи, там разные торнадо, цунами, подобные стихийные бествия проходили, как информационные разные, такие вот бури тоже были. Поэтому здесь, в принципе, ну очень-очень похоже было на то, что много-много раз до этого происходило, а потом в дальнейшем все это выкупали. Согласен. По поводу логистики тут тоже, как бы, отрицать не буду. Действительно, трудности 100% будут, и просто можно задуматься о масштабах именно вакцинации. Это все-таки не какую-то деревню привить, где тысяча человек. А вот та же самая Европа только потребует 300 миллионов этих вакцин. Это дикие цифры. А на первом этапе, на первом этапе, если все будет чудесно складываться для Пайзера, если они реально что-то нашли эффективное, на первом этапе, когда они получат патент на выпуск этой вакцины, это в любом случае, в лучшем случае, конец 2020 года, начало выпуска вакцины, первый квартал 2021 года. И чтобы эта вакцина получила широкое распространение среди нуждающихся всех, это вообще первое полугодие 2021 года. То есть, как сильно ситуация ухудшилась за последние два месяца в мировой экономике из-за второй волны, вы все сами, друзья, прекрасно видите, новости читаете, видите статистику данной Джона Хопкинса. И чем, опять же, ближе зима, тем больше вероятность того, что ситуация может стать еще хуже, потому что люди реально будут замыкаться в помещениях, проводить меньше времени под открытым небом. В помещениях есть риск того, что эта зараза будет распространяться быстрее. Ну ладно, не будем о плохом, давай вернемся к нашим традиционным идеям после такого отступления. Но я думаю, что все-таки трейдерам и инвесторам, которые следят за нашим с тобой творчеством, эта информация тоже будет не лишней, потому что много раз уже говорили, да, нужно решение принимать на средний долгосрок. Какосрочно рынок прогнозировать, но невозможно. Так, к демонстрации тогда. Начнем мы, давай, с индекса американской валюты. 93 пункта. В принципе, картина не меняется, как и раньше. Я призываю вас, друзья, все-таки не поддаваться тотально на вот эту всеобщую эйфорию, которая сложилась в начале этой недели. Все-таки речь идет о реальном новостном сбросе. И, как Денис отметил, очень много как бы странных нюансов, моментов с активностью, в том числе и руководства Pfizer. Это должно наталкивать на определенные мысли и все-таки мотивировать сохранять здравомыслие и объективно смотреть на происходящее. Но нет еще того, что могло бы положить конец этой пандемии. Поэтому, если нету, много раз уже отмечалось, а сейчас мы будем работать лишь с проверенными инструментами в попытке ослабить негативный эффект экономический от ковида. Это деньги, стимулы, вливание, увеличение программ количественного смягчения, может быть, даже снижение ставок дополнительных, которые будут осуществляться повсеместно в экономике. По индексу доллара все это свидетельствует о том, что американские облигации будут оставаться в районе нуля, позиционно снижаться, и после локальных движений, восходящих к индексу доллара вверх, все равно американская валюта разворачивается. И чем быстрее, опять же, все-таки устаканится политический фонд в Штатах, тем быстрее придет решение о новых мерах экономической поддержки, и, соответственно, мы увидим то самое ослабление индекса доллара, которое хотелось бы видеть. По фунту, вот в моменте, какое агрессивное снижение идет, 1,3168, я, друзья, обращаю ваше внимание на то, что фунт, в принципе, остается одним из самых главных аутсайдеров валютного рынка, потому что влияние пандемии на английскую экономику самое значительное, вообще национальный карантин, новые меры монетарной поддержки Банка Англии через также увеличение программы количества смягчения, льготное кредитование, и вот весьма вероятный шаг по вводу процентной ставки на отрицательную территорию. Все это еще как бы приправляется ситуация вокруг Брекзита. Следующий четверг – это очень важное событие, очень важная дата, потому что следующий четверг получается, сейчас скажу точно, это 19 ноября, когда и ЕС, и Англия ждут все-таки прорыва от своих оппонентов в этих переговорах, и, соответственно, если 19 декабря не будет документа, не будет предварительного соглашения, то будем готовиться к жесткому сценарию. Я вообще-то по фунту готовлюсь к жесткому Брекзиту уже очень давно, поэтому каждый раз, когда тестируется какой-то важный уровень сопротивления, увеличиваю короткую позицию, да, сейчас в просадке, но думаю, что фунт может показать очень мощное снижение, лететь там среднесрочно, долгосрочно в районе отметки 1,25. Короче, друзья, я все-таки рекомендую шартить британскую валюту, в данном случае можно присмотреться вот к уровню 1,3150 и после пробоевого заходить уже дальше вниз, в расчете на еще большее снижение. По евро ситуация, ну, лично мои прогнозы не меняются, я евро рекомендую покупать, и вот очень хорошо здесь отрабатывается уровень тоже скользящий средний, в данном случае сегодня мы от него отбились и растет 1,1788. Я думаю, что как только пара евро-доллар оказывается ниже отметки 1,18, идеальная возможность покупать снова в расчете на уход к уровню 1,1950 и прям совсем заветная долгосрочная цель – это отметка 1,20. И пару слов, Денис, если у тебя есть что сказать по технике касательно нефти, будет круто. Собственно, по нефтянке. Сейчас у нас котировки 43,42, после вчерашнего обновления многомесячных максимумов на отметке 45,28. Все-таки продавцы перехватили инициативу, сейчас сохраняют лидерство за собой. Здесь, на мой взгляд, на рынке мы видим как раз все-таки похмелье трейдеров от эйфории начала недели. Все-таки все начинают додумывать, будет ли эта вакцина эффективна, сможет ли она в конце концов реанимировать спрос, заставить самолет летать и так далее. И как раз выводы о том, что, возможно, прошлое ралли было слишком чрезмерным, указывают на то, что трейдеры снова склонны предполагать, что какое-то время рынок нефти будет еще под давлением из-за низких показателей спроса. И доказал это вчерашний также отчет от ОПЕК. Они пересмотрели прогноз спроса до конца этого года с понижением на 300 тысяч. То есть, если раньше ожидалось падение спроса по отношению к спросу 2019 года на 9,5 миллиона, то сейчас это снижение составит на 9,8 миллионов баррелей в сутки. Я рекомендую эти цифры и факты не игнорировать, поэтому как только бренд пробьет отметку 43,20, можно, думаю, рисковать, шортить в расчете на уход к отметке 40 долларов за баррель. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял, демонстрацию рабочего стола сделал. Значит, давай, пожалуй, с той же ноты, на которой закончил, я продолжу. Касательно нефти. Значит, в целом, да, действительно, ожидая продолжения движения нефти вверх, у нас есть с точки зрения техники достаточно сильная опорная свеча. Вот она белым цветом выделена, растущая. Сейчас она фактически находится на самом крупном профильном накоплении текущей недели. Вот красным цветом у меня обозначено. То есть, самое большое количество проторгованного объема находится именно в этом диапазоне. То есть, это 41 и вплоть до 40-60 приблизительно. Это всегда такой примерный диапазон. А в целом, я ожидаю добой вверх, потому что у нас цена, во-первых, перекрыла весь предыдущий сегмент. Это уже признак лонгового патерна. Во-вторых, даже если попытается более глубоко сделать снижение в район, где-то 39-35, то в целом это все равно не меняет абсолютно картины. Я по-прежнему буду склоняться к тому, что в перспективе тест будет происходить на уровень 43-75. В общем, если округлить даже на 44. Поэтому считаю, что цели по нефти в районе 44 находятся. Единственное, только через коррекцию туда пойдут. То есть, сразу туда добить не смогли. Но это, собственно, абсолютно не меняет ситуацию. То есть, трейдеры, да, немножко инвесторы пересмотрели вот этот весь информационный шум понедельника, когда, в принципе, вакцина, вакцина, ну и что? Потому что каждая фактически страна разрабатывает свою. Поэтому это не прям такая новость, которая в долгосрок может рынке колыхнуть. Поэтому я стараюсь все-таки оставлять такой трезвый рассудок в этом плане. И все-таки движение вверх, считаю, здесь приоритетно именно чисто с технической точки зрения. Поэтому два уровня есть. Здесь, если входить, то только по сигналу, и только более младших таймов, там, получасовой или же часовой. Но в целом, в основном, одни поддержки у нас здесь находятся. И с точки зрения даже опционов тоже ожидается движение немного выше. Также ты задрагивал сегодня индекс доллара. Вот напомню, на прошлом брифинге даже его показывал. Вот до сих пор нетронутая у нас находится зона продавцов четырехчасового тайма, которая сочетается с сильными опорными объемами. И плюс еще дополнительный уровень, с которого тоже могут попытаться уйти вниз. Но он, как всегда, больше приблизительный. Поэтому я его посматриваю как больше для информационной части, но не ставлю туда никогда лимит. А вот в район 93.25, 93.50 с копейками, вот здесь как раз именно четкая, красивая, грамотная зона именно для выставления лимитов. И в целом движение вниз ожидаю на обновление годовых минимумов 91.70. То есть считаю, что здесь потенциал реально такой хороший, значимый. И по фунту, значит смотри, по фунту у меня получается такая картина, что с точки зрения техники есть такая штука, которую невозможно объяснить здравыми словами. Заключается в том, что когда происходит коррекция, например, при трендовое движение вверх с глубокими откатами внутренними, которые происходят, то очень часто коррекция доходит к позапрошлому уровню поддержки. То есть в принципе я называю принцип шахматного порядка через один. То есть у меня, например, продажи сейчас висят. Я 40% закрыл в район 31.75, остаток буду на 30.75 закрывать. Вот здесь вот пониже, кстати, сразу и лимит сюда поставлю. Вот, 31.30.75. Здесь у нас находится одна-вторая маржинальная зонка поддержки. Здесь же находится у нас и локальный уровень поддержки, и опорники многие сюда попадают. Ну, короче, диапазон реально весьма хороший, поэтому я лично ожидаю приблизительно вот такой сценарий. То есть до конца недели у нас происходит движение вниз по фунту. Вот оно, собственно, прямо сейчас онлайн проталкивается. Близлежащая поддержка у нас вот здесь, да, есть, но с большей долей вероятности ее немного распилят, и потом все равно пойдут дальше вниз. Ну, а после этого уже новый виток роста, потому что движение в эту область, это движение, оно абсолютно не отменяет лонгового сценария. Это, наоборот, просто как внутренняя часть коррекции, там приблизительно от последнего сегмента, где-то в районе, получается, 50%, если так на глаз. Ну, да, вот как раз 50% у нас здесь и выходит. Так что в целом я все-таки склоняюсь к варианту, что могут дойти, даже вот сейчас немножко тейк подниму, на всякий случай, 1.3080, не буду на те 5 пунктов жлобиться, на всякий случай с учетом спреда. Поэтому потенциал неплохой весьма есть. Для всех опоздавших будет возможность дополнительно продать вот с этой области, сейчас я ее укажу, значит, 1.3190 с копейками, 92, и верхняя граница 1.3230. То есть, грубо говоря, это 40-пунктовая зона здесь находится, и она будет актуальна тогда, когда цена перекроет вот этот сегмент поддержки. То есть, если закрепится в районе примерно 31.30, тогда можно вот эту зону смело использовать, потому что здесь нужно четкое закрепление внизу, причем закрепление тела свечи обязательно. А с этой области я буду искать возможность для покупки. Ну, а так пока вот, собственно, ситуация. То есть, здесь кусочек закрыл, дальше сопровождаю вниз, здесь закрываю полностью, отсюда уже планирую смотреть переворот. Будет или не будет, пока неизвестно. Но в планах, во всяком случае, выглядит схема вот таким образом. Спасибо тебе, Денис, за комментарии. Ну что, следим тогда за тем, как себя рынки будут вести. Они, безусловно, сейчас интересные. Фундамент очень хороший, технические возможности тоже есть. Друзья, выбирайте, что вам больше нравится, чтобы объяснить ваше торговое решение техника, либо фундамент. Мы свою задачу Денисом сделали, дали вам инфу. Ну, а теперь дело на заване. Денис, хорошего тебе закрытия недели. Классно. И тебе. И тебе замечательно. Закрытие недели, прибыли и до вторника. Спасибо. Пока. Пока. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok